имя иисуса христа евреям 1 1 В прошлом Бог много раз и самым различным образом обращался к нашим предкам через пророков В последнее же время Он говорил нам через Своего Сына, которого Он предназначил быть владыкою всего И через которого Он некогда сотворил вселенную Сын, сияние славы Отца, точное подобие самой сущности Бога Сын поддерживает существование всей вселенной своим могущественным словом Очистив нас от грехов, Он сел по правую руку от Всевышнего на небесах Итак, в прошлом, в Старом Завете Бог говорил через пророков Бог говорил через пророка Захарию, через пророка Малахию Бог говорил через пророка Исаию, и мы видим там служение Ильи, мы видим служение Елисея, мы видим служение Давида, мы видим служение Моисея Бог по-разному себя являл в Старом Завете, но в последнее время в Новом Завете Бог открыл себя через Сына, через Иисуса Христа И когда Он открыл себя через Сына, то Он сказал, вот какого вы видите Сына, я точно такой же Бог точно такой же И нам нужно изучать жизнь Иисуса Христа Нам нужно смотреть в посланиях Итак, имя Иисуса Христа Почему? Многим сегодня, даже верующим, легко сказать, я верю в Бога Легко употреблять и просто говорить Бог, но не Иисус Часто бывает такое, что люди, они стесняются говорить об Иисусе Молиться во имя Иисуса, или прославлять Иисуса Возможно, потому что существуют другие религии И возможно, сегодня происходит такая толерантность к другим религиям Толерантность к греху, толерантность к черному Сегодня такая толерантность проявляется по отношению к черному И общество приходит к заключению Давайте мы не будем говорить черным, не будем называть Потому что это очень страшно звучит Давайте говорить, что это не совсем белое Давайте не будем, давайте исключать понятие И Библия называет это ужасной мерзостью Когда на черное говорят белое, а на белое говорят черное Сегодня вот и есть вот эта сдача своей позиции, как христианина Многие верующие перестали говорить, я верю в Иисуса И Иисус изменил мою жизнь Они говорят, я верю в Бога Ты почему так говоришь? Ты боишься обидеть буддистов? Ты боишься обидеть мусульман? Ты боишься мусульман обидеть? Что ты говоришь, что Иисус истинный Бог? Иисус это единственный Бог Это единственное спасение, через которое нам надлежит спастись Когда ты эти слова заявляешь То ты идешь примерно против пяти миллиардов людей Как тебе? Мусульман примерно, да? Мусульманский мир Там буддистский мир, мусульманский Ну скажем, три миллиарда Представь Людей, которые отрицают полностью Иисуса Христа А давайте зададим вопрос А мусульмане стесняются? Или они думают о христианах? Что если они, например, будут говорить там, да? Свое как бы Они думают в этот момент о чувствах христиан Может это затронуло как-то христиан? Они приезжают в Европу И Европа меняется под их Европа, где есть ценности Где есть праздник Рождество Убирается Рождество Рождество не убирается, но суть Рождества убирается Что это рождение Иисуса Христа Который родился, чтобы нас спасти Изменить нас Открыть нам путь на небеса Вы знаете, что этот путь никогда не был открыт? Путь на небеса никогда не был открыт Старозаветные люди, когда умирали Они шли на лоно Аврамова Они не шли на небеса На небеса мы пошли только Когда Иисус открыл туда путь через свою кровь И написано, что по воскресенье Иисуса Было землетрясение Многие гробы открылись И усопшие, то есть умершие Святые Включая там Давида, Моисея И других пророков, царей Они воскресли И написано, вошли во Святой Град его Только тогда они смогли войти Только тогда так они должны были ожидать В зале ожидания Может быть там был ВИП Зона определенная Как в аэропорте Но это не было небеса Это было лоно Аврамова И даже с лоно Аврамова Можно было видеть ад Преисподнюю И богач с Лазарем Они разговаривали И Аврам говорил Между вами и нами Большая пропасть На то время была большая пропасть Это все место находилось в Шаоле В преисподних местах земли Но сегодня, когда Иисус воскрес И заплатил своей кровью Он все это забрал на небеса И Библия говорит, что наше жительство на небесах Откуда мы ожидаем Господа нашего И Спасителя Иисуса Христа? Библия говорит, что наше жительство на небесах Кто-то говорит, нет, нет, нет Но Библия говорит, да И мы должны в это верить Чтобы не обидеть другие религии Мы убираем имя Иисуса Но мы подходим гуманно И эта гуманность приводит к смерти Мы думаем, что вот Мы будем настолько культурные Мы настолько будем уважительные И вы просто человеку себе блокируете И человеку блокируете небеса Это не уважение к другим Это тупость Извиняю за выражение За мой греческий Это предательское поведение Когда Иисус висел на кресте Обнаженный, избитый, израненный Умирая за наши грехи открыто То мы скрыто верим в Иисуса Христа Почему? Потому что дьявол контролирует Какую-то область нашей жизни Мы еще пытаемся быть как этот мир Да мы для мира должны быть посмешищем Мы не должны быть как мир Мир не должен сказать О, это наши ребята Если они скажут, что вы их ребята Значит вы не принадлежите царству Вы не принадлежите Иисусу Христу Потому что Иисус сказал За имя Мое Вас будут ненавидеть Если вы скажете Я верю в Бога Никто не будет Скажут да, да, да Но знаете Понятие вера в Бога Боги-то разные бывают Извините Бывают вот такие Вот такие бывают Боги Понимаете? Бывают разные Боги И когда ты говоришь слово Бог Это никого не обижает Тебе все остальные религии говорят Да Ты в Бога веришь Мы в Бога Давайте в единстве верить в Бога Какое единство? Какое единство у тьмы со светом? Объясните мне Нету никакого единства У тьмы со светом Есть Иисус Есть зеленый свет на светофоре Единственный Который правильный И на который тебе можно двигаться Все остальные цвета Цвета и красный, и желтый Ты можешь туда еще приделать Фиолетовый или какой-нибудь еще Многие сегодня это делают Стараются разные сделать Увеличить светофор Но только один Дает нам разрешение Это зеленый свет Вчера я проехал на красный свет И вы бы видели, как я переживал Я поехал на желтый Во-первых, я поехал на зеленый Потом включился вдруг желтый И вдруг, представьте Включился красный И ладно Если бы просто включился бы красный И я поехал бы на красный Но дело в том, что полиция стояла И смотрела это все Они стояли против меня И они наблюдали И я стал так просить Господа Чтобы его милость была ко мне Просто в этот момент И Бог помиловал Но они смотрели Они смотрели на преступника Кто нарушает правила Хотя это не была аварийная ситуация Но она все равно аварийная Красный свет Это аварийный свет Это нельзя двигаться А многие люди Отстаивают И говорят Нет, можно Нет, у вас пусть зеленый А у нас красный Ну красный свет мы знаем где Где красные огоньки Будут жарить людей Вы сами понимаете где Почему дьявол полностью хочет Убрать имя Иисуса И вы послушайте Среди политики Среди искусства Среди бизнеса Среди спорта Это очень большая редкость Если кто-то говорит Иисус изменил мою жизнь Да Очень-очень похвально Когда футболисты Прославляют имя Иисуса Они говорят Иисус, Иисус И себе на веках пишут Джон 3.16 И сразу в поиск Там найти в гугл 20 миллионов запросов Что же это такое Иоанна 3.16 Понимаете Ну это очень большая редкость В основном там глушь Там тишина Почему Потому что дьявол Он использует все слои общества Как главный паук А это его паутинка Он манипулятор Кукловод Он всем хочет управлять И он дает тебе Такой импульс Что если ты будешь Говорить имя Иисуса Ты как будто Выделяешься Ты вдруг Как будто Вылез тут Чего ты тут Это имя произносишь Ты обижаешь Другие религии Вы Говорите Я обижаю Другие религии Если я буду говорить Что только на зеленый свет Можно двигаться Вы говорите Что я Обижаю Кого-то Кто двигается На желтый Или на красный Да не дай Бог Вам двигаться На эти цвета Вернитесь В истину Филиппийцам 2.6 Он Имея ту же природу Что и Бог Не хотел Во что бы ты ни Стало Сохранить Своё равенство С ним Равенство А наоборот Унизил себя Приняв Природу Раба Он стал подобным людям Став и по виду Как человек Он Смирил себя И был покорным До смерти Причём Смерти на кресте Поэтому Бог Возвысил Его И дал Ему Имя Выше Всех Имён Чтобы Пред именем Иисуса Преклонились Все колени На небесах На земле И под землёй И чтобы Каждый язык Признал Во славу Бога Отца Что Иисус Христос Есть Господь Господь Это хозяин Господь Это владыка Это начальник Это самый Главный И всем Нужно признать На небесах Нет ни одной Личности Кто бы не встал На колени Перед Иисусом И не признал Там все это делают С радостью Добровольно Земля гордая Стоит Упруга Очень упруга На своих двух Не склонимся Перед Иисусом Мы выиграем Мы победим Агнца Мы выйдем Против него Мы сокрушим Мы удалим Все правильные законы Мы выйдем Против закона Божьего Ад Ад Он вынужден Преклоняться Потому что Иисус спустился В ад И подверг их И властно Подверг их Позору Позору Это означает Что От начальника Тюрьмы От начальника Ада Который охранял Ад Все клетки Которые там находятся И все души У дьявола были ключи Он мучил людей Иисус пришел И забрал эти ключи И опозорил Ад Восторжествовав Над ними собою Это слово Божье И посмотрите Что здесь написано В девятом стихе Поэтому Бог возвысил его И дал ему Имя Бог это не имя Бог это не имя Имя Это Иисус Христос И вы послушайте В следующий раз Себя же Поймайте себя На той мысли Что вы хотите Больше говорить Слово Бог Если вы вдруг Вообще говорите Об этом И затрагиваете Эту сферу Чем Иисус Христос Иисус Христос Открыл мне глаза Иисус Христос Спас меня от смерти Вы стесняетесь Потому что вы В контракте С дьяволом Может ли верующий Быть в сделке С дьяволом Очень легко И обманывать себя Думая Что он христианин Если вы стесняетесь Иисуса Христа Вы не делаете Это от себя Это дьявол Дает вам Такой контроль И такую Страх Что как это я Ну а другом О всем Вы можете говорить Вы можете говорить О моде Вы можете говорить О деньгах Вы можете говорить О погоде Вы можете Вы можете Обо всем Говорить Но об Иисусе Который спас И очистил И изменил Вашу жизнь Вы молчите Потому что дьявол Контролирует Еще какую-то область В вашей жизни Может быть не все области Но какую-то контролирует И вы должны взять Большие ножницы Спросить от Иисуса Христа И отрезать его Всякое влияние Всякую ниточку Всякую ниточку За которую он дергает Потому что он Очень хорошо управляет Он вешает На пальчики На свои Гнилые Кослявые Он вешает ниточки И управляет Всяким сознанием Человека Так что человек Хотел бы сказать Но стесняется Почему стесняешься Вот задай себе вопрос Почему ты стесняешься Если это Самое лучшее Неужели ты будешь стесняться Самое лучшее Потому что дьявол Сделал так Что он убирает Полностью Имя Иисуса Из школ Да В Америке Прекратилась молитва В 60 каком-то году В школах была раньше молитва И преступность выросла И пришло на смену Вот это Хипари пришли И сексуальная революция И все И наркотики Все это завалило Все И все хуже 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 Когда мы удаляем Бога Вы представьте Если тепло Удалить из вашего дома Полностью И у вас не будет Обогреваться ваш дом Что будет с вами Итак Дьявол Вынужден При каждом Упоминании Имени Иисуса Христа Склоняться Вставать на колени Бесы Вынуждены Убегать Они Они вынуждены Падать И Содрогаться Иаков Пишет Апостол Иаков Пишет Что и бесы Веруют И трепещут Слово Трепещут Это Содрогаются Это значит Вот так Понимаете Дергаются Как вы видели Бесноватые Люди Дергаются Когда падают Или что-нибудь Так же И бесы Это их естественное Такое Поведение Когда ты говоришь Иисус Христос Он начинает Вытворять Выписывать Просто Номера Так больше Говорите Иисус 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 Пришел к вам Дьявол ночью В белой одежде Вы говорите Иисус Вы увидите Что произойдет Говорите Кровь Христа Я знаю О чем я говорю Он меня так делал Что он сковывал Не просто душил Он сковывал рот Что ты сказать Даже не можешь Вот так Просто Сжимал тебе Все внутри А не менее Такое И ты сквозь зубы Просто Кровь Христа И все Пух Как все улетало Сразу же Потому что Дьявол ненавидит Христа Дьявол ненавидит Ни одного Он просто ненавидит Всех людей Он ненавидит Каждого человека Он даже ненавидит Своих работников Те которые Служат ему День и ночь Которые приносят Войну Проклятие Разруху Эпидемии Кризисы Он их ненавидит Они думают Что они от него Получают деньги Они не знают Какой им счет Будет выписан Счет Который они Не смогут Оплатить Многим колдунам Нечистые духи Повинуются Как джинны Джин такой Есть мой господин Что тебе надо сделать Иди И сделай Это Есть И знаете Многие колдуны Думают Что бесы им Повинуются Но однажды Будет подстава Бесы возьмут И убьют Этого колдуна Потому что дьявол Обманщик Он даже если дает деньги Он забирает Самое драгоценное То что человек Не знает Он забирает Жизнь вечную Он забирает Иисуса Он забирает У тебя радость И мир И у тебя деньги У тебя так много денег Радости у тебя нету Вообще У тебя есть Красивая улыбка И красивые От стоматолога Зубы Но у тебя нету Радости Почему Потому что ты продался И давайте Вот верующие Кто большинство Смотрит Давайте будем Прославлять Имя Иисуса Давайте Проповедовать Во имя Иисуса Библия написана Иисус говорил Марка 16 15 Именем моим Будут изгонять Бесов И теперь задайте вопрос Почему же бесы Не хотят И не любят Имя Иисуса Если мы только что Прочитали Что преисподня Должна вставать На колени И еще признавать Иисус Есть Господь Представьте Для них Которые ненавидят Иисуса Христа Которые ненавидят Людей Они должны Просто Исповедовать Что Иисус Есть Господь Это очень неприятно Им Это мягко выражаюсь Это очень неприятно Им А какая нам разница Приятно им Или неприятно Сколько людей Они изуродовали Сколько уничтожили Людей Сколько лбами Столкнули Семьи разрушились и так далее Мы что, должны о ком-то думать? Мы должны думать об Иисусе Потому что Иисус думал о нас Не стесняйтесь имени Иисуса Христа Громко провозносите Так, чтобы все были прям удивлены Не стесняйтесь Как только вы стесняетесь Ловите себя на том, что вы в контракте Какая-то у вас сделка странная с дьяволом С чего это вдруг? Дьявол претендует на меня И говорит мне Ты должен бояться имени Иисуса Христа С чего? С чего я должен бояться? Если Он меня спас Он меня исцелил Он меня освободил Он мне подарил жизнь вечную Почему я должен стесняться Его? Потому что мы часто зависим Не от невидимого, но от видимого От мнения людей От мнения подруг От мнения друзей От мнения старших От мнения той или иной религии Какая мне разница? Какая мне разница? Иисус не стыдился меня Открыто Я не стыжусь Его И в Библии написано Кто постыдится меня пред людьми И пред этим родом Грешный и прелюбодейный Того и я постыжусь В присутствии Отца Небесного Представь, если Иисус просто Будет стыдиться Иисус просто Сделает это однажды То, что Он сказал Может, вы подумаете Что вы верующий человек И вы идете на небеса И вы такие умерли Все, наконец-то я иду на небеса А Иисус почему-то так боком стоит И там что-то говорят Имя называют А Он не обращает внимания Знаете, как мы стесняться То мы умеем Вот Иисус только так же Нам же и покажет Вот так ты стеснялся Меня на земле Я стесняюсь тебя перед Отцом Ты не достоин Моей любви Иногда почему-то мы думаем Что Иисус такой пластилиновый Он такой прямо добрый Зефирный Бесхребетный Бескостей Он такой все Оси-сю-си-пу-пу Нет, Он не такой У Него и ревность есть У Него и гнев есть У Него есть и любовь И сила Все у Него есть Молитесь в это имя Распространяйте это имя Иисус сказал, что Вас будут гнать за это имя Если вас гонят Просто, как вы просто Противный человек Извиняюсь Опять за мой греческий Если вы противный человек У вас душа противная Вы просто приходите И везде делаете ссору Везде, где вы появляетесь Просто грязные следы И когда люди потом вспоминают о вас Они быстро пытаются забыть И вычеркнуть вас Не только ваш телефон Просто вас Вот пробел Все, идем дальше По списку Пробел Все Понимаете? Вот если вас за это гонят Ну, есть за что гонят, значит Но если вас гонят за Иисуса Вы герой Вы герой Вы показываете Иисусу Что Он не напрасно пролил Кровь свою Не напрасно висел на кресте Как вы думаете? Через какое-то имя Может ли человек получить исцеление на этой земле? Нету такого имени Во имя Бураны И только человек На некоторое время У него обезболивание происходит Но исцеление не происходит Здесь, если к врачам приходишь С любой проблемой С любой проблемой Они У них Бог один Бурана И там, правда, повышение идет Четыреста там Или больше Понимаете? Вот Но есть Иисус, который исцеляет Вот если у вас бес внутри Сколько бы вы не ходили к психологу Сколько бы вы не ходили Я не знаю Кому-то еще На консультацию На массаж Или на что угодно Пока бес не выйдет Вы не будете никогда здоровым И счастливым человеком Бес должен выйти А как он выходит? Он выходит только одним образом Во имя Иисуса Христа Мы поможем другим религиям Если не будем скрывать свою открытость И говорить Что только Иисус есть путь истинной жизни Что нет другого имени под небом Которым надлежало бы людям спастись Есть только одно имя Это имя Иисус И когда мы произносим это имя Это имя Личности Живой личности Это имя живого Бога Который любит человека Который по сей день хочет спасать Исцелять Он хочет благословлять Он хочет менять жизни И он зовет тебя На территорию своего царства Он приглашает тебя сегодня Переходи из тьмы На Божий свет В Божье царство Каким образом? Когда мы призываем имя Иисуса Мы переходим Мы переходим Иисус приходит И приходит новое правительство Новое государство Ни одно правительство мира Не сравнится с правительством Иисуса Христа Он Господь Он правитель всей вселенной Вся вселенная поддерживается благодаря Его слову Ученые Которые пытаются доказать Что нету Бога Бог дает им жизнь И сердцебиение Ученые Умные люди Образованные Которые сидят и в лабораториях Изобретают смерть Изобретают новые вирусы Бог им дает жизнь Только для одного Чтобы они пришли однажды к Нему Он дает возможность Он дает шанс Он открывает двери И не закрывает их Пока они сами не закроются Пока не перестанет бить твое сердце Твои Твои У тебя есть шанс Есть понятие Слишком поздно Когда перестало биться твое сердце Оно так и не научилось любить Оно так и не пришло к Иисусу Вот это Называется Слишком поздно Прожил всю свою жизнь Тратил время Ресурсы На ерунду Так и не уверовал Так и не пришел Так и не дошел Так и не открыл дверь Когда стучали Вот это слишком поздно Но пока бьется твое сердце У тебя есть шанс Открыть его И сказать Иисус входи Вы знаете Вы знаете Однажды Одна женщина В своей квартире Услышала стук Просто как будто кто-то стучал Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук Комнаты Есть такая традиция У славян Кошку впускать в квартиру Открывают дверь И впускают кошку Ну язычество такое А он знаете что сделал Он открыл В новую свою квартиру Дверь Открыл дверь И сказал Иисус заходи Иисус заходи Открой сегодня свою квартиру Открой свой дом Открой свое сердце И скажи Иисус заходи Открой свою финансовую жизнь Скажи Иисус заходи туда Открой свою душевную сферу Скажи Иисус заходи туда Заходи во все сферы моей жизни Наводи там порядок